Много детей и родителей, десятки заготовок для городского праздника, орудия труда, лопатки, краски и морковка. Задание простое, надо вырезать из глыбы снеговика. У нас еще одна морковь есть, как вы думаете? Уже два ножка? Снеговик-снегурочка, пчелка-крутой парень. Шериф Антон лепил вместе с подружками и бабушкой. К фестивалю он готовил с заранее, бабушка помогала. Шляпу мы с бабушкой делали с утра. Морковку раскрашивали, под краски давали, порисовали. Лопатки выдавали, звезду приклеили. Те, кто не успел попасть в командное соперничество по реке снеговиков, была возможность поздравить родных и город с наступающими праздниками. Прямо на театралке работала будка гласности. Поздравляю маму, я в России задержусь, может быть может и живусь. И хочу, чтобы у нее было много счастья. И подруга-друга лучше, чем другая. И самого всего наилучшего. Я передаю привет Насте и поздравляю мою семью с Новым Годом. Желаю, чтобы вся семья моя была здоровой. Поздравляем всех с Новым Годом, с наступающим Годом Тигра. Желаем всем успехов, здоровья, счастья, любви. Всем привет, тех, кто нас знает. Два часа на лепку и в центре города появились яркие снеговики со шляпами, руками, все как надо. Победители фестиваля снеговиков выбирать не стали. Сладкие подарки и призы от торгово-сервисного центра «Дровосекс», сотового оператора «Билайн» и телекомпании «СтС-9 канал» получили все участники. Те же, кто не дождался награждения, могут прийти за ними в офис СТС. С Новым Годом! С Новым Годом! Фестиваль закончился, но снеговики остались. С этого года праздник снежных скульптур решили сделать ежегодным.